Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 декабря, Православная Церковь совершает память святого праведного Филарета Милостивого. Около 780 года в царствовании императрицы Ирины, матери юного императора Константина VI, в Пафлагонском городе Амнии, жил богатый земледелец по имени Филарет. Бог в изобилии даровал ему всякого рода имения – поля, виноградники, скот. В его обширном хозяйстве трудилось множество работников и слуг. Будучи уже в преклонных летах, он жил весьма счастливо, окруженный многочисленной семьей, не имея иной заботы, как только угождать Господу, употребляя свои богатства на благо ближнего. Любящий добродетель, соответственно, своему имени Филарет, питал столь великую любовь к людям, ближним и дальним, знакомым и незнакомым, что сердце его не могло спокойно взирать на человека, находящегося в какой-либо нужде. Он, не скупясь, раздавал помощь всем нуждающимся, кто бы и не приходил к нему, и, подобно Аврааму, сам выходил навстречу каждому страннику, почитая за честь оказать ему гостеприимство. Поэтому Господь благоволил к нему, умножая его богатства, в той же мере, в какой праведный раб Божий расточал их во благо ближнему. Однако же завистью бесовской и попущением Божиим Филарет был подобно праведному и его подвергнут великому испытанию. Грабители расхитили его имущество, и он оказался в совершеннейшей бедности, так что у него не осталось ничего, кроме клочка земли, пары валов, осла, лошади, коровы с теленком и нескольких ульев. Несмотря на столь неожиданное и великое несчастье, угодник Божий не проронил ни одной жалобы, ни одного упрека. Напротив, он пребывал в радости и благодарил Бога за избавление от бремени богатства, вспоминая слова Спасителя. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. С тех пор он принужден был возделывать землю собственными руками, чтобы прокормить семью. Как-то раз по дороге к своему полю он встретил бедного крестьянина, у которого только что пал один из его валов и который громко жаловался и сетовал по этому поводу. Позабыв о собственной нужде и движимой лишь голосом сострадания, святой тотчас отдал ему одного из своих валов, а несколько дней спустя и второго, тем самым лишив себя скудного урожая, который приносила его земля. Узнав об этом поступке, жена и дети Филарета стали со слезами и истинаниями упрекать его за то, что он обрек их на неминуемый голод. В ответ верный ученик Христов исполнены надежды на промысл Божий и веры в слова Спасителя «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам», увещевал родных набраться терпения и обещал вскоре открыть сокровище, некогда им спрятанное. Прошло немного времени, и Филарет встретил воина, который незадолго перед тем лишился коня. Тогда святой подарил ему своего собственного с той же самой незаботливостью о завтрашнем дне. Он продолжал раздавать небольшое имущество так же щедро, как во времена преуспеяния и изобилия. Вскоре подобным же образом он лишился коровы с теленком, а затем отдал бедняку, еще более неимущему, чем он сам, своего осла, навьюченного, пшеницей, только что взятой взаймы. Лишенный теперь даже хлеба насущного, Филарет был спасен от голодной смерти вспомоществованием, полученным от одного из богатых друзей, выделив надлежащую часть каждому из домочадцев, дабы они смогли прокормить себя какое-то время, святой поспешил отдать собственную долю нищин, которых было великое множество в ту голодную пору. Раздав им весь свой мед, он и последнюю одежду отдал неимущему, пришедшему к нему за помощью. Совершенно обездоленный, мертвый для мира и, не надеющийся уже на человеческую помощь, праведный Филарет вручил свою судьбу божественному провидению. И Господь показал, что не оставил его. Как раз в это время наставник юного императора разослал по всей империи гонцов с повелением искать повсюду самых красивых и благонравных девиц, одна из которых будет затем выбрана в жены правителю. Добравшись до Амнии, императорские посланцы были приняты Филаретом в его доме с гостеприимством, достойным великого патриарха и отца верующих Авраама. Несмотря на постигшие его беды, у Филарета сохранился с прошлых времен великолепный дом, а жители города, услышав о приезде высоких гостей, поспешили принести свои наилучшие и самые дорогие вещи в жилище человека, который не имел тогда возможности раздобыть даже хлеба насущного. Пораженные благородством и добродетелю, которыми озарялись лицо и движение старца, императорские посланцы попросили Филарета показать им свою семью и выбрали двух из его внучек, Марию и Маранфию, для представления ко двору. Когда обе они предстали перед правителем, их душевная красота, увенчанная добродетелю, в которой воспитал девушек праведный Филарет, столь неотразимо возвысила в них красоту телесную, что ни одна из невест не могла более состязаться с ними. Константин VI выбрал себе в жены Марию, сочетав ее сестру с одним из своих самых влиятельных придворных. А Филарета пригласил во дворец, осыпал почестями и богатствами еще большими, чем те, которые он имел раньше. Однако это новое счастье даже на мгновение не ослепило святого старца. Он немедленно велел приготовить роскошное угощение, на которое созвал нищих, стариков и коллег со всей столицы. С тех пор праведный Филарет всегда обходил улицы Константинополя в сопровождении слуги, несшего в руках три сумы, одну полную золотых монет, другую серебряных и третью медных. И каждый раз, когда навстречу ему попадался бедняк, он наугад опускал руку в одну из них и таким образом равно отделял милостыней достойных и недостойных, никогда не отмеряя ее по собственному рассуждению, но будучи лишь орудием милосердия Божия, которому ведомы нужды каждого из людей. Возведенный в достоинство консула, но все столь же смиренный и кроткий, святой Филарет заранее был извещен о своей предстоящей кончине. Тогда он собрал всю большую семью у своего адра, подобно патриарху Иакову, и просил без сожаления раздать все оставшееся имущество бедным и обездоленным, прибавив при этом такое поучение. «Дети мои, не забывайте гостеприимство, навещайте больных и заключенных в тюрьмах, презирайте на вдов и сирот, давайте погребение умершим в нищете, не пренебрегайте частым посещением церкви, не желайте чужого имущества, никого не хулите и не радуйтесь несчастью ваших врагов, поступайте во всем так, как я сам поступал во все время моей жизни, и Бог не оставит вас своим заступлением». Вслед за этим, произнеся слова молитвы Господней, «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», он с радостным и просветленным лицом предал душу Богу. Дорогие братья и сестры, сегодня и так же совершается память святого пророка Наума, мученика Анании Персина. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиземеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok